всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 19 марта вот только что я снимала видео говорила как я высчитала дату посева 28 марта через 10 дней я буду высаживать свои томаты сюда вот смотрите для того чтобы высаживать рану томаты конечно сейчас должно быть уже все готово поэтому я осенью снимала видео я скажу вам еще раз что почва здесь у меня вся удобрена заранее осенью я внесла сюда по норме суперфосфат калий ну короче калий забыла как название и куриного помета добавила потом мне принесли муж с сыном перегноя сюда тут у меня росли сидираты горчица я показывала как я рвала ее и ела первый раз в жизни попробовала молодую горчицу есть очень вкусно мне понравилось потом мы все это перекопали перезарыхлили муж мне помог все у меня почва готова казалось бы заходи и высаживай но тут у меня встала проблема с тем что мне придется скорее всего изменить здесь схему посадки сейчас объясню почему у меня в этом году все впервые впервые мы подняли грядки из-за того что укладывали здесь обогрев грунта но естественно впервые в жизни обогрев грунта потому что всю жизнь пользовались только этими всякими дугами укрывными пленочками грунт ничем мы не могли подогреть сейчас вот есть такие предприятия которые готовят специально для этого обогревательные приборы я показывала как я укладываю греющие лента как все это двумя способами здесь кабель вот так змеевик а здесь ленты заводские готовые впервые дорожка и впервые вот эти ограничители и вот тут у меня встала проблема как располагать грядочки я вот сижу делаю дырочки тут и думаю вот смотрите у меня в прошлом году я в эту теплицу для получения раннего урожая всегда высаживаю по два томата в одну лунку потому что половина томатов у меня здесь детерминатных компактных которые позволяют себя выращивать загущено их я вообще высаживаю очень густо у меня в этой теплице всегда входило стандартно 142 или 138 или 140 в том году было 144 был монгольский карлик еще тут в ногах и у меня все лунки всегда располагались вот так вот вот смотрите парно одна была сейчас подождите короче вот так я делала лунку так делала лунку и тут был томат и тут был томат сейчас на примере разведчика вот так покажу вот на таком расстоянии если бы был здесь еще один томат я вот так высаживала вот два томата через 40 сантиметров это вот которые такие еще два томата потом еще два томата и здесь у меня получалась дорожка 50 сантиметров а там получалось еще по два томата но я так могла высаживать потому что у меня не было вот этого ограничителя этот томат который высажен был здесь ясно что его корни распространялись на дорожку тут же не было вот этой вот барьера и она вроде бы и дорожка оставалась целая и почву можно было там использовать ему и сейчас я вот сижу и крепко призадумалась будет ли хватать вот этим крайним томатом место тут же все они сюда корни начнут выпускать хоп тут уже конец все там другой томат вниз очень далеко до распространения но чтобы можно было распространиться это надо ему 40 сантиметров вниз он конечно туда наверное не пробьется и вот сейчас я сижу и думаю придется наверное в этом году менять расположение лунок а менять как вот в прошлом году я вот этих высаживала так ой пальчик вот эти высаживала так а на той стороне крупные эндотерминатные я высаживала по-другому им же нужно больше всего ой извиняюсь как схватиться то не знаю за что им же нужно больше места и там я высаживала лунку делала вот так вот уже как более длинный вот этот эллипс эллипсовидные такие луночки были продолговатые тут был томат и тут был томат вот так вот раз и раз и то есть был проход больше между ними расстояние было больше 50 сантиметров и это большая разница ведь вот так поперек их входит больше а если повдоль и растягиваю их будет меньше и вот эта схема посадки по 2 в лунку конечно с введением вот этих вот барьерчиков вот так вот она немного меня эти барьерчики ущемили короче сведением этих барьерчиков вот эта схема по 2 в одну лунку наверное мне придется менять я вот как все хожу думаю так дырочки сделают так дырочки сделают мне же хочется чтобы было томатом хорошо и мне хорошо еще я боюсь что если я сделаю вот так поперек здесь и там дорожка останется очень маленькая не только для томатов но и для меня мне же все лето ходить здесь обрабатывать и не просто ходить а ползать на четвереньках я привыкла я вот когда делаю первую вот когда спрашивают люди почему у вас травы нет я когда делаю первую затирку сорняков чтобы не было потом весь год травы не весь вот долго я же ползаю на четвереньках сейчас я покажу потому что много интересуется вот вылазит когда маленькая трава она даже в фазе вот таких вот двух семидолей вот видите вот еще раз повторю что это индикатор того что здесь уже приемлемые условия для растений они когда вот чуть-чуть подрастут я прям на четвереньки и вот так я короче раз-раз затирку делаю и они как бы вот видите они все по одной же их не выдернешь они все получаются уничтожаются как получается ну как я порчу им жизнь в самом начале в молодости и все они больше не вырастают и после этого получается чистейшая вот такая почва на которой долго долго нет новой травы потому что обычно первый слой вылазит он же мхом почти вылазит вот когда перегной вот это все видите у нас же тут много перегноя много различных вот таких полевой земли тут очень много сорняков сейчас трава попрет ну вот она она уже поперла чуть притеплилась сейчас трава попрет тут будет зеленый ковер и вот эта затирка очень удобно по одной не щипать я прямо ее как это как штукатуру затирают и про схему посадки вот скорее всего в этом году у меня в этой же теплице 3 на 8 будет не 144 томата а меньше хотя бы на 10 наверное или на 12 потому что те я посажу так вот как и говорила вот так по два продольно они потому что маленькие они компактненькие а все-таки все остальные крупноплодные придется высаживать вот так вот я для чего это все показываю так подробно потому что нам это всем особенно начинающим огородникам нужно учитывать смотря какое расстояние в теплице смотря как у вас расположены грядки от этого и зависит количество высаженных томатов выращиваемых томатов когда приходят вопросы а сколько томатов высаживать в теплицу например пусть 3 на 8 вы же понимаете что цифры у всех будут разные зависит от сорта вот таких можно напихать больше если у вас половина будет детерминатных особенно если штамбовые маленькие скороспилки у вас количество будет больше половина детерминатный будет половина высокорослых если у вас будут одни высокорослые конечно им нужно больше пространства расстояние между ними нужно больше их будет меньше и еще смотря какие грядки я вот теперь уже поняла если грядки вот такие как как с ограничителями вот с ограничением именно все дальше уже ты не пойдешь в прошлом году я могла немножко на дорожку как чуть-чуть отступить ну тут поменьше подумаешь будет не 60 70 дорожка 50 я могла сюда немножко сдвинуться сейчас я вот этими плашками уже ограничено и поэтому у меня скорее всего уменьшится количество томатов так что когда вы будете высчитывать сколько вам высадить томатов сначала нарисуйте схему на бумажке посчитайте и тогда уже вы будете знать что например здесь у вас будет расти всего 120 а у кого-то и 80 может быть томатов ну все я пошла рисовать свою схему на натуре в полевых условиях прикинула так так скорее всего первая грядка у меня будет поперечные будут лунки два в одну а вот это где крупноплодники будут здесь будут продольные два в одну ну два томата в одну лунку и здесь будет их намного больше а здесь их будет немножко поменьше напомню что я между штамбовыми детерминатными низкорослыми оставляю 40 сантиметров 40 сантиметров это от ствола до ствола между соседними лунками между ними 10-15 сантиметров разбег потому что это колышек ставлю а между вот этими в том году росли вот как вова путин чудо земли я уже оставляю не 40 а 50 60 сантиметров тоже зависит от сорта какой он или сильно облествленный мощный или он такой есть вот русский богатырь он крупноплодный но листиков мало и он место занимает мало между ним можно оставить 50 сантиметров тоже от ствола до ствола между соседними лунками чтобы понятно было в так вот вот от этого ствола до ствола в соседней лунки я оставляю 50 сантиметров не от лунки до начала следующей лунки а именно от ствола до ствола сначала расстояние здесь небольшое когда они вот так вот но потом он вырастает я его подтягиваю к общему колышку и вот здесь получается как раз 50 сантиметров между ними как проходик ну все если углубляться если рассказывать все подробно это будет очень долго и будет не всем понятно я нарисую когда схему на бумаге и приду высаживать я все покажу потому что я все равно однозначно буду высаживать скорее всего раньше вас потому что здесь все-таки подогрев со мной могут быть только наверное могут высадить в один срок только те у кого тоже подогрев грунта но я все будут постараюсь все показать и рассказать потому что для меня самой все это вот это вот в новинку и эти короба и этот подогрев грунта я буду делиться с вами со своими сомнениями и своими наработками вот как сегодня я сама сомневаюсь какая у меня нынче будет схема посадки возможно посажу и летом мне не понравится и я сделаю вывод нет на будущий год я буду делать по-другому и я об этом вам я конечно скажу что так лучше не делать что это очень густо я один раз был же у меня опыт я вам рассказывала года три назад в теплицу сделала мерную палочку одну 40 сантиметровую другую 30 сантиметровую но для этих на паре садила на бордюрах для них палки перепутала и намерила вместо 40 сантиметров 30 сантиметровой даже не задумываясь на автомате и насадила и получилось вот в той теплице которая там 200 томатов я до половины лета еще могла туда заползти а потом они меня все изгнали они так разрослись что саму хозяйку не стали запускать теплицу их было очень много и тогда я сказала я уже как на собственном опыте убедилась нет 200 томатов в теплице 3 на 8 это безобразие это не нужно так делать но я сделала это по ошибке зато у меня есть теперь горький опыт я могу всем сказать что больше 140 томатов в теплице 2 на 8 высаживать не надо даже если они маленькие низкорослые из-за того что света мало они превращаются в огромных чудовищ которые до потолка дорастают у них же конкуренция ну короче тот год у меня были джунгли такие лианы свисали прям с потолка они на пол падали там прирастали к земле ползли дальше ужас все до свидания а 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 Продолжение следует...